Ты танцуй, чикурик, я танцую, чикурик, уставай, ой-ой-ой-ой-ой. Так теперь начинается внеклассное утро у ребят из Бутовской школы. Дети посещают летний лагерь подсолнух. 21 день разнообразных игр, экскурсий, увлекательных занятий и мастер-классов. Мы делаем лягами, рисуем. Еще мне нравится в лагере, потому что там можно играть на площадках. Мне нравится гулять, потому что там можно дышать свежим воздухом. Здесь очень весело, классно. Я завела новых друзей, подруг. В этом году в Ленинском городском округе работает 28 школьных лагерей. За весь сезон в них отдохнет порядка полутора тысяч ребят. В основном это дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Много детей из многодетных семей, дети, где одинокие у нас родители. И дети находятся под присмотром. Потом вы сами понимаете, что они у нас здесь не просто там бегают, прыгают, а у них действительно полезные, увлекательные занятия у детей. Поэтому и развивающие занятия, отдых и оздоровительные, интересные и полезные. Все лагеря стараются чем-то выделиться. Например, в Бутовской школе каждую неделю смены посвятили определенной тематике. Об этом руководитель Подсолнуха рассказала представителям управления образования муниципалитета. У нас есть спортивная, у нас есть патриотическая, у нас есть экологическая. Эта неделя у нас считается патриотической. Завтра мы будем отмечать День кинолога. У нас целая программа по данному вопросу, просмотр кинофильмов с детьми. У нас есть парник, у нас есть грядки. Дети у нас сажаются, занимаются, поливают. У нас замечательные помидоры, которые уже цветут, перец, огурцы. Так что будем собирать урожай. А в лагере Альтаир, что в Лопатинской школе, упор делают на компьютерную грамотность ребят. Занятия проходят в IT-кубе. Способствует развитию мышления, творчества, креативности. Дети с легкостью могут выполнить любое задание в программах, направленные на творчество. Перед началом летней оздоровительной кампании все школы, где расположились лагеря, проинспектировали сотрудники МЧС, чтобы отдых детей был безопасным. Сегодня представители органов надзорной деятельности присоединились к делегации и удостоверились в надлежащем исполнении противопожарных требований. Убедились, что везде все на местах, огнетушители, проверили эвакуационные пути, соответствуют ли плану эвакуации действительности. Провели инструктаж с работниками, с воспитателями. Провели беседу с детьми по соблюдению требований пожарной безопасности. Поэтому можем уверенно сказать, что требования пожарной безопасности соблюдены. Сейчас к концу подходит первая смена. До конца лета в школьных лагерях отдохнет еще два потока ребят. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова